Ставка на крупные проекты и рабочие руки. Сегодня в Красноармейском районе подвели итоги социально-экономического развития. Оценку работе местных властей дал и глава Чуваши Михаил Игнатьев. На что необходимо сделать упор в будущем и какие проблемы решают немедля, узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. Итоговый доклад сети менеджера района с каждым годом пестрит оптимистичными цифрами. Толчок к достойному развитию муниципалитета уже дан. Планы местных властей довольно амбициозные. Первонаперво необходимо решить жилищную проблему. Красноармейский район провалил многие федеральные программы. Догнать упущенные обещают в ближайшие годы. Недавно здесь формировали участки для строительства жилья эконом-класса. В следующем году в центре села возведут еще один новый дом. Сколько земельных участков сегодня предоставлено строительным компаниям, фирмам, которые обещали строить? И какие микроэлемы новые будут появляться? На сегодняшний день у нас, к сожалению, строительные фирмы не предоставлены. 4 марта у нас заканчивается прием заявок по сформированному земельному участку по улице Ленина, дом 70. И 11 марта пройдет аукцион. На сегодняшний день там три строительные фирмы уже изъявили желание. В новостройку из аварийных бараков переселят 24 семьи. Очереди нуждающихся в жилье в районе сократятся существенно. На нет в ближайшие годы сойдут и детские очереди, обещают власти. Скоро в одном из сел откроется новая дошкольная группа. На сегодняшний день проводится работа по дальнейшему укреплению материально-технической базы. Устанавливаются датчики пожарной безопасности, то есть меняются, проводится ремонт внутренних помещений и оснащением техникой. Медленными, но верными шагами в районе развивается малый и средний бизнес. Местную казну красноармейские предприниматели пополнили на 23 миллиона. Интересен муниципалитет и крупным инвесторам. В этом году именно здесь заработает завод по производству облицовочного кирпича. И первый кирпич такой экспериментальный, опытный, должен появиться в июне месяце. Я был на этом заводе, сегодня оборудование завезено, он несет риски по этому проекту. Подобные проекты – главное оружие в борьбе с безработицей. Только на кирпичном заводе в этом году появится более 30 вакантных мест. Почувствует прибавку и местный бюджет. Налоговые поступления за 2012 год составили 110,7 миллионов рублей. К уровню 2011 года прирост поступлений составил 3,4%. В том числе в консолидированный бюджет красноармейского района 17,7%. Ударно трудятся и красноармейские агрария. В прошлом году во многих предприятиях удалось обновить автопарк. Где-то закупили новую технику, где-то сельхозагрегаты ремонтировали своими силами. К весеннеполевым работам хозяйство уже готовое. В амбарах семена готовят к посадке. Большую прибыль власти сулят тем, кто начал выращивать элитные сорта. На это сделали ставку и руководители предприятия «Красная Сормова». Сейчас с ними готовы заключать договора и другие хозяйства. По прошлому году 38% хозяйства засеяли элитными семенами. В прошлом году закупали много. Мы в прошлом году где-то 80 тонн купили. Мы субсидируем. Самое главное, администрация должна отслеживать. Купили элиту, мы просубсидировали. Элита должна стать перерепродукцией. В ногу со временем идут и местные школы. Программа модернизации на себе почувствовали многие учебные заведения. Уроки у красноармейских ребят стали и вовсе инновационными. На занятиях они начали собирать вот таких роботов. Этим летом в школе планируют сделать капитальный ремонт. Раньше у нас было как, оснастили мы кабинеты компьютерами, компьютерными оборудованиями и так далее. А сейчас пришло время, уже деньги выделяют на капитальный ремонт. И участвуем в разных проектах, как комплексная застройка села. Прежде всего, подытожил Михаил Игнатьев, в районе необходимо улучшить демографическую обстановку. Пока смертность здесь превышает рождаемость. Решение этой проблемы тоже первостепенная задача. Дмитрий Ковалев, Николай Яковлев, Республика.